МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире муниципального телеканала информационная программа новости. В студии работает Денис Севков. Коротко о главном в сегодняшнем выпуске. Забота о старшем поколении. В Петропавловске для ветеранов Великой Отечественной войны и Турда организовали место досуга. Успели гализовать имущество. На то, чтобы узаконить свои владения, у казахстанцев осталось меньше трех месяцев. Награды и подарки. В преддверии профессионального праздника в Петропавловске честовали лучших работников КАЗ-почты. Начнем по порядку. В Петропавловске возобновил работу клуб ветеранов Досуг. Открыли его по поручению главы региона Ерика Султанова. Как будут проводить свое время ветераны войны и труда в клубе, узнаете из нашего материала. Ветеранский клуб Досуг возобновил свою работу. Здесь и домино разложить можно, и в шашки шахматами поиграть. А еще в лото с Тугас Кумалаком. С просьбой организовать место отдыха для представителей старшего поколения к главе региона обратился участник Великой Отечественной войны Султан Мухамеджанов. Когда приехал ко мне поздравить день пожилых людей, Аким области, город пришел и меня спрашивает, как отдыхаете, как вы проводите день. Я говорю, соберемся стариков, мы сыграем, в парк ходим гулять. Теперь земной период, нам очень трудно, на улицах холодно. Теперь фронтовик с друзьями будет собираться в клубе. Работает он ежедневно с 14 до 17 часов. Аким области навестил Аксакалов. Ерик Султанов подарил досугу настольные игры. Рассказал о недавних событиях. На этой неделе прошел форум по транспортной логистике, где встретились Ельбасы с президентом России. Мы тоже приняли участие. Также восстановили дороги, собрали хороший урожай, завершаем реконструкцию аэропорта. Ветераны поблагодарили главу региона за внимание и оперативность. Место отдыха для старшего поколения организовали в короткие сроки. Денис Севков, Михаил Казначаев, Новости МТРК. 30 октября аккаинцы выберут нового депутата районного Маслихата. Согласно закону, вместо выбывших народных избранников проводят довыборы. Назначить их можно только два раза в год, в последнее воскресенье марта и октября. Летом из состава аккаинского райма Слихата вышел врач местной районной больницы. Он сменил место работы. 4 октября завершилась регистрация кандидатов. Их трое. Претенденты на депутатский мандат уже приступили к агитации. Всего в Североказахстанской области 217 народных избранников всех уровней. Одного кандидата выдвинула партия. Два кандидата выдвинуты самовыдвиженцами. Средний возраст 32 года кандидатов. Значит, по национальности распределяются... Две национальности они представляют. Один... Два казаха, один русский. Финансирование выборов государство полностью обеспечило. Значит, все возможности, материально-технические возможности имеются. Последний шанс выйти из тени. Легализация имущества и денег в стране подходит к финишу. На то, чтобы узаконить свои владения, у казахстанцев есть меньше трех месяцев. Почему с этим нужно поторопиться и сколько средств уже попали под амнистию? Журналистам рассказали на брифинге в филиале службы центральных коммуникаций. Александра Солмина продолжит. Это уже третья волна легализации. Именно она стала самой эффективной, говорят спикеры. Все потому, что условия процедуры в прошлом году упростили. Открыть счет и предоставить декларацию в орган госдоходов. Вот все, что нужно для амнистии капитала. Есть и второй способ. В банк ходить не придется. Зато необходимо поделиться с государством 10% от легализуемой суммы. Но первый вариант более популярен среди казахстанцев. Так, в стране открыли больше 4 тысяч счетов на сумму 4,5 миллиарда тенге. По нашей области открыты 34 счета на сумму 9,106 миллионов тенге. Или 27,2 миллиона долларов. Мы находимся на шестом месте среди областей по количеству, по сумме легализованных средств по Казахстану. Легализуют североказахстанцы и имущество. Бани, гаражи, сараи. В основном это хозяйственные постройки, отмечают специалисты. А участниками республиканской акции чаще всего становятся сельчане. К концу сентября поступили больше тысячи заявлений на легализацию 1714 объектов. Жилых объектов 346 и нежилых 1368. Всего на общую сумму 5,6 миллиарда. При этом после рассмотрения на сегодняшний день количество возвращенных заявлений 336 по 380 объектов на сумму 1,368 миллиарда. В первую очередь и в основном возвращены эти заявления в связи с тем, что предоставлен неполный пакет документов. Подать заявление можно снова, исправив недочеты. Кстати, есть возможность вывести из тени и заграничное имущество. 11 североказахстанцев уже воспользовались таким шансом. В основном легализовали квартиры в соседних странах. Их общая стоимость почти 34 миллиона тенге. Тем, кто последует этому примеру, государство гарантирует конфиденциальность и безопасность. Сведения находящейся в декларации признаются налоговой, банк и иной охраняемой законом тайной. За распространение данной информации предусмотрена уголовная ответственность до двух лет лишения свободы. Также регулированное имущество не может быть конфисковано, человек не может быть привлечен к ответственности до непредставления декларации или неполный сведений декларации. Здесь речь идет о декларации по индивидуальному подоходу налогу. Однако сомнистие своих владений стоит поторопиться. Последнее заявление примут уже 30 ноября. Это республиканская акция – подготовительный этап перед всеобщим декларированием. Закончится она 31 декабря. Уже с начала 2017-го деньги и имущество скрыть не получится. А тем, кто их не легализовал, придется ответить по закону. Александра Солминак, Азбек Ирыкбаев. Новости МТРК. 9 октября – Всемирный день почты. В преддверии праздника в Петропавловске чествовали работников этой отрасли. От имени главы региона виновников торжества поздравила его заместитель Анархан Дюсенова. Репортаж Кристины Горбаченко. Центральный операционный участок, 13 районных узлов связи, 14 городских, 88 сельских, 18 передвижных отделений. Так представлена сегодня Казпочта в нашем регионе. В этой отрасли трудится 1685 североказахстанцев. Протяженность почтовых маршрутов составляет 27,5 тысяч километров. Услуги доступны жителям 630 населенных пунктов. Казпочта не только оказывает бизнес-услуги, но и социальные услуги, особенно на селе. Сегодня мы восстанавливаем наши точки продаж. В этом году 4 отделения, которые раньше были закрыты, мы восстановили. Идет полностью автоматизация наших отделений. Сегодня 320 смартфонов получили наши почтальоны. Два раза в год они получают компенсации за обувь по 10 тысяч, каждый из 700 почтальонов. То же самое зимнюю одежду, велосипеды и так далее. От имени Акима области работников акционерного общества со Всемирным Днем Почты поздравляет его заместитель. История становления казахстанской почты сегодня неразрывно связана с обретением независимости, суверенитета нашей страны. Сегодня в этом зале присутствует только толика тех работников, которые делают огромный труд. И трудно, наверное, сегодня переоценить каждодневный, социальный и нужный для нашего населения ваш труд. Искренне хочется сегодня поздравить и отметить всех работников почтовой связи. Те, кто отдал работе в этой сфере не один год, получают почетные грамоты Акима области. Жебеки Манбаева с 1999 года трудится в почтовом отделении. Начинала почтальоном, сейчас руководитель. Я работу свою люблю, конечно, но тяжелая она. Компьютер это сложно. Тем более, когда раньше мы учились, у нас компьютера не было, мне пришлось с АЗОВ все начинать. И хочу воспользоваться случаем, поздравить всех работников почты с праздником. Пожелать всем здоровья, счастья. Четыре специалиста удостоены благодарственных писем главы региона. Еще ряду сотрудников вручили ведомственные награды и подарки. В честь профпраздника все работники почтовой связи получат денежные премии. На это выделили 16 миллионов тенге. Кристина Горбаченко, Михаил Казначеев, Новости МТРК. Специалисты АО «Казахтелеком» учатся. В регионе стартовал двухдневный семинар для североказахстанских сотрудников сферы продаж компаний. Внимание уделят многим аспектам, а в частности мотивации. О секретах успешной работы рассказал председатель правления организации «Куанышбек Есекеев». Подробности у моих коллег. Это открытый урок для североказахстанских специалистов акционерного общества «Казахтелеком». Учитель, гость из столицы, председатель правления компании «Куанышбек Есекеев». Он готов поделиться главным секретом успешной работы – это мотивация. Почему нужно менять подходы и технологии? Сегодня рынок диктует свои требования, и чтобы быть на плаву, нужно учитывать разные факторы. Для этого в компании два года назад запустили программу трансформации Орлео. У нас телекоммуникация очень конкурентная отрасль, она самая конкурентная. Потому что операторов телекоммуникации в стране порядка 200, даже в нашей области их порядка 20. И поэтому, если раньше мы занимали 100% рынка, то сейчас только 45. То есть мы должны не сдавать своих позиций. Я имею в виду 45% в финансовом отношении. И поэтому конкуренция должна быть здоровой, то есть мы должны предоставлять новые услуги по приемлемым ценам. Вот этот новый продукт, в котором сегодня коллеги наши обучаются, он конкурентен. Речь о Мегалайн минимум плюс. Оценят предложения в первую очередь жители сельской местности, где нет широкополосного доступа в сеть. В пакете безлимитный интернет и бесплатные междугородние звонки. Сегодня наш регион второй в стране по продажам данной услуги. Зато североказахстанцы вот уже несколько лет лидеры в рейтинге по организации работы филиалов. Эта встреча – хорошая возможность поговорить и о проблемах. Сегодня была уникальная возможность у наших молодых сотрудников задать интересующие вопросы, внести какие-то свои предложения по развитию нашей компании. Я считаю, что такие встречи очень важны. Я как раз таки задавала вопросы по интернету, по беспроводному интернету, то есть по технологии ЛТЕ. Его суть в том, что только в шести районах области есть специальные станции, необходимые для подключения к беспроводному интернету по технологии ЛТЕ. Там, где мы не можем подойти ЛТЕ, мы будем делать через технологии 3G, которые есть у Теледва. Поэтому это вопрос просто трех-четверых месяцев. Будущее за новыми технологиями считают в компании, а главная сила здесь – люди, которые их и создают. Такие мотивационные встречи руководства со специалистами пройдут во всех регионах. Ксения Куценко, Жолдисбек, Ермуканов. Новости МТРК. С 8 по 9 октября в Петропавловске не будет воды. Промывку и дезинфекцию сетей и сооружение областного центра ТО «Казаужар-Су» проведет по плану. О том, когда можно будет пользоваться питьевой водой – в следующем материале. За этой дверью находится станция номер 2 второго подъема. Именно здесь будет проходить отключение подачи воды. Три насоса каждой мощностью 2000 кубов в час. Этого вполне хватает, чтобы обеспечить водой целый город. Живительная влага поступает в каждый дом, предприятие, учреждение по трубам. А протяженность водопровода составляет 308 километров. Прочищать его необходимо, иначе качество питьевой воды может ухудшиться по бактериологическим показателям. В этом году очистку и дезинфекцию проведут с 8 по 9 октября. В пятницу в 00 часов подача воды прекратится. Процедура промывки происходит одинаково каждый год. В 12 часов мы отключаем, потом идет сброс воды с водоводов. До утра, в 6-7 утра идет сброс воды, то бишь промывка началась. Движение воды уже начинает меняться, направления меняются, скорости меняются. В связи с этим происходят гидравлические удары, поднимают грязь, отложения. И вообще это выходит через спускные задвижки, сбрасывается наружу. Промывка приемных камер, отстойников и резервуаров. Если в обычном режиме скорость подачи воды составляет 1-2 метра в секунду, то при очистке она увеличивается в 5-6 раз. Таким образом, под большим давлением трубы избавляются от осадка. Суббота у нас получается где-то с 8 часов, и до 7 утра воскресенья мы производим ремонтные работы. У нас есть такие аварийные моменты, которые мы устанавливаем временно. Почему? Потому что для того, чтобы сделать капитально, надо остановить водовод. Это приведет к моментам таким, что люди остаются без воды, без предупреждений и все остальное. Поэтому, чтобы это не превратить, мы эти работы оставляем вот на этот день. На этот день трубы пустые, мы эти работы капитально переделываем. И опять у нас гарантировано в том плане, что здесь уже больше аварий не будет. Как обещают в ТО Казаужарсу, вода в квартирах появится в воскресенье в 10-11 вечера. Однако, пользоваться ею нежелательно из-за высокого содержания хлора. Для медучреждений и интернатов в эти дни будет организован подвоз воды. Денис Севков, Казбек Арыгбаев, новости МТРК. Полицейские подвели итоги второго этапа операции «Нелегал-2016». Проходил он с 30 сентября по 4 октября. Стражи порядка в эти дни проверяли общественные места, досматривали транзитный автотранспорт. Выявили 806 фактов нарушений правил пребывания иностранных граждан на территории страны. Чаще всего задержанные не соблюдали порядок въезда-выезда. 799 иностранцев, в том числе 6 граждан дальнего зарубежья, привлечены к административной ответственности. По решению судов, нарушители оштрафовали на сумму более 4,5 миллионов тенге, из которых почти 90% уже взыскали. Второй этап республиканского оперативно-производительского мероприятия «Нелегал-2016». Направлено на выявление нарушений миграционного законодательства каналов и организаторов незаконной миграции. В этой связи организованы целевые отработки на рынках, вокзалах и провознанных площадях, строительных объектах и частных застройках, местах компактного проживания иностранцев. Далее реклама. После продолжим. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ТРИО – это ваш новый уровень жизни. Квартиры от 165 тысяч тенге за квадратный метр и рассрочка до конца строительства. Жилой комплекс ТРИО. Будущее начинается сегодня. Казградстрой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы продолжаем наш выпуск. Найдут ли работу будущие швеи? В Петропавловске прошла встреча выпускников профильных колледжей и их потенциальных работодателей. Диалог получился оживленным. О чем говорили на встрече, расскажет Ирина Григорьева. Александра Бережинова – студентка третьего курса колледжа сферы обслуживания. Стать швеей она решила еще в детстве. Надеется, что после выпускного ей не придется долго искать работу. Нравится мне больше сейчас в ателье Тимур, потому что там как-то более разнообразно все. Мы делаем уже работу более серьезную. Нам доверяют. Между тем, устроиться на работу молодым мастерам сегодня непросто. Руководители швейных производств не спешат брать в штат выпускников колледжей. К примеру, в этом году дипломы специалиста получили 37 человек. Больше половины из них нетрудоустроены. И причины здесь не только в отсутствии рабочих мест. Двое практикантов сейчас проходят практику у нас в ателье. Но все зависит от них. Это прежде всего. Потому что не очень-то и есть желание большое работать в этой специфике. У студентов они хотят отучиться и другим делом заниматься в основном. Потому что это не так просто. Должна быть практика, навык, желание работать с клиентом. Это сложно всегда. Девушки интересовались размером зарплаты, возможностью повышения квалификации и социальным пакетом. Руководители предприятия отметили, что рассчитывать на высокий доход с первых дней, конечно, не стоит. Но заинтересованных в своем деле специалистов они ценят не только на словах. Это все зависит от вас абсолютно. Частные предприниматели вам платят 50%. Если вы можете сделать больше, значит, естественно, у нас зарплата будет больше. Диалог между будущими швейными и потенциальными работодателями получился оживленный. Ирина Григорьева, Жолдузбек Ермуканов, Новости МТРК. Дамбра, Кабыс и Сырнай. Казахский академический оркестр народных инструментов имени Курмангазы побывал с концертом в Петропавловске. В его репертуаре не только национальные, но и всемирно известные мелодии. Подробности далее. На сцене легендарный оркестр народных инструментов имени Курмангазы. Зал полон. Каждый кюй зрители встречают громкими аплодисментами. В их числе уже давно полюбившиеся цыганская серенада Шамши Колдаякова и произведения Сардабека Жумалиева. Казахстан. Вот этот темп музыки и плавность, нежность даже, все это напоминает наши степи казахстанские. Я молодой специалист, отрабатывала три года на целине и вот навевает молодость. Стараюсь часто площадить такие концерты, так как моя специальность с этим связана. Образовался Казахский академический оркестр народных инструментов имени Курмангазы более 80 лет назад. Его основатель – музыковед, композитор и дирижер, народный артист Казахской ССР Ахмед Жубанов. В коллективе 80 музыкантов, в репертуаре 4000 произведений. Сейчас программу включают и зарубежные композиции. Кстати, участие в этом вечере принимали и приглашенные артисты. К примеру, Ирлан Расхали, солист казахконцерта. Говорит, несмотря на то, что они выступают на севере страны, им тепло от горячих сердец зрителей. В Петропавловске мы были сегодня на шестой концерт, а до этого мы по районам ездили. И там нас везде зал полный был. И везде нас так с большим удовольствием слушали и с большим любовью нас приветствовали. Я сегодня исполнил песню Сегас Сире, песню Хайни, посвященную своей возлюбленной девушке. Оркестр уже бывал в Петропавловске. До этого музыканты приезжали в регион в 2013 году. Обещают, в следующий раз Дамбра Кабыс Сазген и Сирнайзе звучат по-новому. Алина Боржанова, Алена Хан, Казбек Арыгбаев. Новости МТРК. Концерт для ветеранов. Праздник в рамках месячника поддержки пожилых людей организовал североказахстанский областной филиал партии НУРОТАН. Свои таланты представителям старшего поколения демонстрировали творческие коллективы школы комплекса эстетического воспитания номер 8. Алина Боржанова с подробностями. В зале ветераны труда, утратившие связь со своими коллективами. Когда-то они, а это более ста человек, работали на мясокомбинате. Многие годы оставались без внимания. И сегодня в рамках месячника поддержки пожилых людей североказахстанские нуротановцы организовали для них праздничный концерт. Всего в Петропавловске более 20 тысяч таких пенсионеров. Именно вашим трудом, вашей заслугой мы сегодня живем в очень мирном, благополучном государстве. На вашем премьере, на вашем труде учатся новые поколения. Посвидеваются новые, разоставящие поколения. В числе гостей Эмма Менькова, в прошлом ветеринарный врач. Сейчас она воспитывает внуков, их у нее трое. Проработала 11 лет на мясокомбинате. Ушла на пенсию. Пожелать могу ветеранам здоровья, терпения и мирной жизни. В концерте участвовали творческие коллективы школы. Дети танцевали, пели и играли на тамбре. Оценили ветераны и хор. В его составе около полусотни ребят. Зал не скупится на аплодисменты. Всего в Петропавловске проживают около 42 тысяч пенсионеров. Из них 112 – ветераны Великой Отечественной войны. Алина Боржанова, Рустам Тлеужанов. Новости МТРК. Теперь к новостям спорта. Петропавловский Кулагер в рамках очередного тура открытого чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой принимал на своем льду лидера турнирной таблицы столичный намат. Как сложилась игра, узнаете из нашего сюжета. Уже с первых минут встречи стало ясно. Матч будет напряженный. Соперники настроены на борьбу. У нашей ледовой дружины получалось не все. Игроки часто грешили неточными передачами и потерями шайбы в средней зоне. Арбитры дважды наказывали штрафами спортсменов в синей форме. Но Кулагер смог выстоять. На перерыв команду ушли с приличным преимуществом намада по броскам. Но с нулями на табло. Однако болельщики ждут заброшенных шайб от своей команды. Гол нам не забили. Ну а преимущество все равно, мне кажется, намадовцев было. Но я думаю, наши должны выиграть со счетом... Ну, 1-0 и должны выиграть. Я первый раз пришел на хоккей. Мне очень нравится хоккей. Я думаю, что Кулагер выиграет. Вторая 20-ти минутка началась с активного напора столичных гостей. Наша команда старалась не подпускать намат своим воротам. Но все же Артем Севастьянов сумел переиграть голкипера Кулагера Андрея Янкова и открыл счет. Хозяева льда смогли ответить на эту шайбу. Хороший бросок с лету исполнил Максим Волков. Не собирались уступать друг другу победу команды и в заключительной третий матче. Однако преимущество было на стороне гостей. Талгаджай Лауф, отправив шайбу под перекладину наших ворот, вывел столичный коллектив вперед. И хотя Кулагер смог отыграться благодаря точному броску Анатолия Васильева, больше голов в основное время встречи зрители так и не увидели. Команда «Намат» – молодая команда, быстрая команда. Наверное, выполняет много движения. В принципе, мы полностью разобрали, как играет соперник. Много не давали сделать, но совершили, наверное, ряд ошибок. И на таком уровне, наверное, эти ошибки привели к взятию ворот. В овертайме, точнее, были петропавловцы, которые дважды попали в каркас ворот соперника. Однако на последней минуте «Намату» удалось вырвать победу. Автором этой шайбы стал Артёв Семастьянов, оформивший дубль. 2-3 – поражение Кулагера. Сумеет ли наша ледовая дружина отыграться? Узнаем сегодня. Ирина Григорьева, Жильдузбек, Ермуканов. Новости МТРК. На этом у меня всё. Смотрите МТРК. Будьте всегда в курсе событий. До свидания. О погоде на пятницу – 7 октября. Днём ясно, без осадков. Ветер северный, скорость – 3 метра в секунду. Температура воздуха ночью – 0,1, днём – 2,4 градуса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова